здравствуйте дорогие друзья с вами яков шатагин мы продолжаем экспресс-курс по перке а вот вторая мишна второго раздела рабанга млиель сын раби-юды только что у нас была первая мишна рэби его звали раби-юда говорит его сын который у нас же в перке а вот цепочка передачи торы он говорит когда ты служишь всевышнего и учишь тору не забывай что это очень важно делать совмещать какой-то работой все праведники эпохи талмуда были сапожниками какими-то ремесленниками занимались там рыбу ловили там мясниками были все такие вот простые работы они совмещали служение богу потому что когда есть такая комбинация что ты учишь тору помогаешь людям служишь творцу и у тебя есть кошерное пропитание твой заработок он кошерный тогда ты никогда не согрешишь мошках а того не будет грехов служи богу но честно правильно зарабатывать и каждая тора служение богу в которой нету работы это тора потом она исчезнет ты не сможешь жить без денег без пропитания и еще мало того что тора не будет так еще будут грехи 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 учи постигай служи но не забывай работать первое правило второе правило колес ким и мацибур все кто занимаются общественными нуждами и работой помогают людям пускай это делают во имя небес понимая что эти люди это дети бога и бог хочет чтобы мы им помогали и тогда заслуги наших отцов помогут им и вечно будет их награда и каждый кто например вот я прихожу какому-то богачу к ротшильду ротшильд там тысячи бедняков у меня помоги им ротшильд дал им каждому какую-то сумму спас от голода тысячи бедняков у меня заслуга больше чем у ротшильда ротшильд тоже получит огромную заслугу за помощь бедным но я который пробудил его помочь именно этим бедным я получаю огромную заслугу огромные заслуги получит тот кто пробуждает вдохновляет других делать хорошие дела как будто бы они сами это делали как будто бы я тот ротшильд который помог беднякам говорит дальше мишна авузы римбер и шут не смейте бежать работать с политиками потому что политики приближают человека к себе ради своей выгоды они кажутся лучшими друзьями когда от тебя есть польза а пользы не будет они про тебя забудут не бегите к политикам не бегите к чиновникам в друзья а понимаете что это люди с определенными вот какими-то вот такими вот образом мышления циничным которые только тебя используют уа я омер говорит рабангам лель а сервису но киртон ха делай желание бога как будто бы это твое желание делай его волю как будто бы это твоя воля и тогда всевышний мера за меру сделает твое желание как будто бы это его желание ботель рецун хамиф ней рецунок дыши и ботель отменяй свои желания у тебя есть какой-то порыв согрешить скушать некошерное проспать молитву не дать помощь бедным отменяй отменяй это все ломай себя отменяй эти плохие негативные желания чтобы всевышний отменял негативные желания других людей для тебя кто-то тебе не хочет помогать кто-то хочет тебе навредить закрыть перед тобой двери всевышний эти желания аннулирует ты аннулируешь негативные желания всевышний аннулирует негативные желания по отношению к тебе просто вау но богу стоит служить Говорит дальше пятая Мишна, и Лель говорит, «Альтифрошмена цибур». Если есть какое-то общество, и ты часть этого общества, и оно не грешит, ты не должен отделять себя от общества. Будь частью сообщества, не нужно быть самым умным и отдаляться от всех, отделяться от всех. Нужно жить со всеми людьми, но не нарушая заповеди Бога, не нарушая свои личные границы, чтобы они не мешали твоему росту. Но нельзя отказываться от жизни в сообществе. И каждый должен понимать, что сегодня я очень праведный, но завтра, может быть, так не будет, и нужно дальше работать и служить Богу. И бояться, что когда-нибудь кто-то может перестать. Были большие праведники, которые в 70 лет начинали грешить. Нужно быть очень аккуратным. Не верь в себя до последнего дня в смерти. Аккуратненько. Сегодня ты праведный, пожалуйста, следи за собой, чтобы завтра таким оставаться. И никого не суди плохо, пока ты не станешь на его место. Ты же не знаешь, какая у него война внутри головы его. Что у него там в мыслях? Что у него в жизни? Как ты можешь его судить? У тебя нет вообще никаких данных. Не суди никого, пока не будешь на его месте. И никогда не говори, вот завтра я поучусь. Потому что, может быть, ты не поучишься. Нужно делать сегодня то, что мы можем делать сегодня. Вот это слова Рабан Гамлиэля с 2-й Мишны. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Великое учение наших мудрецов. Спасибо огромное.